МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, начнем с понятийного аппарата. Биткоин – это одна из первых, но уже далеко не единственная криптовалюта. Их разновидности уже около тысячи. Самые популярные – биткоин, лайткоин, эфириум, ну и, пожалуй, зеткэш. Теперь о том, что это такое. Обычные электронные платежи и переводы уже знакомы каждому. Мы получаем зарплаты на карты, картами же рассчитываемся, используем банковские личные кабинеты для оплаты чего-либо через интернет, ну и покупаем что-то в интернете. Под каждую такую операцию создается электронная запись. Файл – электронная копия перевода денег со счета на счет. И вот однажды какой-то умный хакер, полумифический Сатоши Накамото, которого никто и вообще-то никогда не видел, решил, а зачем нужны эти электронные копии всех этих долларов и евро, если можно сразу объявить сам электронный файл валютой? До сих пор звучит дико. Дескать, а как же эмиссионные центры, а как же привязка к национальному ВВП? Чем вообще может быть обеспечена такая виртуальная валюта? Но заметьте, что и традиционные мировые валюты уже ничем фактически не обеспечены. Со времен Бреттон-Вудской конференции американский доллар уже не привязан к золоту. Никто вам не отгрузит за американскую, европейскую, ну даже за российскую банкноту какие-то материальные ценности. Сто долларов – это просто сто долларов. И в это нужно просто верить. Так почему бы не поверить и в покупательную способность биткоина? И это ключевой смысл всех криптовалют. Все они существуют лишь в головах тех, кто готов в них верить. Нашлась группа людей, поверивших в биткоин, они стали между собой принимать его в оплату, вербовать новых сторонников, и появилось что-то вроде мировой валютной секты – те, кто готов принимать виртуальный биткоин в качестве платежного средства. Теперь о том, откуда они появляются. Образно говоря, автор идеи Сатоши Накамото изготовил некий большой зашифрованный файл, который нужно долго и постепенно расшифровывать. За каждый расшифрованный кусочек, за каждый разгаданный блок полагается вознаграждение – тот самый биткоин. Эта процедура называется майнингом. Всего можно добыть 21 миллион биткоинов, прежде чем этот мудреный изначальный файл будет расшифрован. Произойдет это примерно к 2033 году. Кто может заниматься майнингом и добывать эти биткоины? Любой желающий. И это тоже один из ключевых принципов криптовалют. Их эмиссия, их оборот децентрализованы. Технически все это происходит на множестве компьютеров, множество майнеров по всему миру. За это майнерам и платят вознаграждение. В настоящий момент они платят деньги как за выпуск денег, так и за обработку операции по изменению, по хождению. То есть, собственно говоря, на майнеров ложится та работа, которую обычно ведут дата-центры банков. Естественно, любая валюта заинтересована в том, чтобы ее было много, в том, чтобы она была распределена по большому количеству владельцев, чтобы они были заинтересованы начать пользоваться данной валютой как платежным средством. Приведу аналогию России 90-е годы. Нужно срочно перейти к рыночной экономике и частной собственности. Все государственное передать в руки частников. Как? Кому? Откуда на пустом месте возьмется класс частных собственников? Вспоминаем. Ваучеры. Каждому россиянину по ваучеру, на который можно приобрести долю в том или ином заводе или фабрике. Те, кто ловкий и сообразительный, быстро поскупали ваучеру остальных и стали тем, кого мы сегодня называем олигархами. Так и с биткоинами. Сегодняшние майнеры мечтают стать олигархами будущей виртуальной экономики. Нет единого центра, Центробанка, который занимается эмиссией биткоинов. Кто хочет, тот и берется за расшифровку, за майнинг. Кто-то в одиночку, но в основном майнеры объединяют свои усилия. В том числе и у нас в Красноярске уже сформировалось профессиональное майнерское сообщество. На сегодняшний день нам известно, значит, наших последователей только более 100 человек, только наших товарищей, наших друзей, наших, значит, единомышленников, скажем так. И около 300, как минимум, мы знаем, значит, людей, товарищей, которые к этому имеют какое-либо отношение. Либо прямое в качестве майнинга, трейдинга, либо, значит, там, программных, так сказать, самоспециалистов. Вот такая примерно среда. Не менее 300. Старших и младших нет. Поле открыто для всех и, скажем так, что каждый желающий может воспользоваться своими знаниями, знаниями своих товарищей или опытных специалистов для того, чтобы развить для себя эту тематику. Все, что нужно, мощный компьютер. В идеале, так называемая ферма, настроенная именно под майнинг. Это уже не столько компьютер, сколько материнская плата, утыканная множеством видеокарт. Именно видеокарты технологически ближе к решению задач, необходимых для дешифровки криптовалют. По этой причине на видеокарты сейчас повышенный спрос, и они резко выросли в цене. Не меньше, кстати, спрос майнер проявляют и к электроэнергии. Постоянно работающая ферма потребляет от полутора до десяти киловатт в постоянном режиме. Собственных квартир и гаражей майнерам уже мало. Чтобы добывать много криптовалюты, майнерам требуются большие помещения и много недорогого электричества. И, кстати, по этой причине столичные майнеры стремятся разместить свои фермы у нас в Сибири, где электричество дешевле. У нас сейчас есть проект по разработке такого дата-центра. Соответственно, он проектируется таким образом, чтобы все затраты минимизировать. И, на мой взгляд, сегодня это одна из перспективных направлений. Почему? Потому что электричество у нас дешевле раза два, чем в Москве и в Питере. И оттуда можно привлекать именно инвестиции, именно клиентов. Ну, что надо привлекать? Они есть. Они вот прям целую очередь, пожалуйста, ждут. А это уже реальные инвестиции в красноярскую IT-сферу. С провоцированной, как не смешно, ажиотажем вокруг криптовалют. Кто-то зарабатывает на майнерах, но майнеры-то уверены, они заработают гораздо больше. Тех, кто готов признавать биткоин средством платежа, уже миллионы по всему миру. Им не нужны доллары и рубли. Зачем вся эта лишняя конвертация в виртуальные деньги, когда можно сразу рассчитываться электронными? На этой волне появляются и другие криптовалюты. На тех же принципах нет единого центра эмиссии, майнинг доступен всем желающим. А сила валюты определяется количеством верующих в нее. По законам рынка, там, где растет спрос, растет и цена. Этим и объясняется резкий рост курса криптовалют. За первые два биткоина первые фанатики смогли купить только пиццу. Сейчас один биткоин стоит уже 4000 долларов. И это замкнутый круг. Чем больше растет курс, тем больше им интересуется, ширится круг участников, спрос, а значит, снова растут котировки биткоина. И, кстати, на удорожание криптовалют в последние месяцы повлияли именно мы, русские. Сейчас мы наблюдаем, с одной стороны, да, лихорадку. И желание на этом срубить денег побольше и быстро, это, к сожалению, в крови именно у наших российских инвесторов. Потому что наши российские инвесторы хотят здесь и сейчас, и не важно, что будет завтра. В биткоинах и в другой криптовалюте ценность цифровая, которую реальными вещами сложно померить. В связи с этим цена, которая складывается на рынке, она скорее спекулятивная, нежели фундаментальная. Куда же смотрит правительство и даже правительство всех стран? У них ведь всегда была безграничная монополия на выпуск денег, а тут появляются какие-то криптоанархисты, которым уже не нужны ни доллары, ни евро. Сначала на майнеров смотрели, как на стайку наивных каких-то геймеров, но теперь адептов криптовалют уже миллионы. Позиции у разных государств разные. Китай запретил криптовалют и Япония разрешила. Многие остальные еще присматриваются, но понимают, что процесс уже лавинообразный. И вот уже на недавнем Петербургском экономическом форуме серьезные мужчины, банкиры, бизнесмены и чиновники внимательно прислушиваются к словам Виталика Бутырина, сооснователя одной из крупнейших криптовалют Эфириума. Виталик взволнованным голосом сообщает собравшимся, что новая реальность уже наступила. Ведь действительно, неподконтрольные криптовалюты легко используются для нелегальных операций, отмывания денег и покупки запрещенных товаров в интернете. По этой причине пока биткоин, как и все остальные коины в России запрещен к обороту в качестве расчетного средства. Позиция правоохранителей однозначно. С точки зрения законодательства, это не средство платежа. Граждане Российской Федерации на нашей территории ими рассчитываться не могут. Впрочем, российский бизнес умудряется использовать популярность криптовалют в своих целях. То тут, то там появляются новости, что очередной магазин или кафе готовы принимать биткоины в качестве оплаты. В Москве, в Питере, на Урале. И даже у нас в Красноярске один магазин, торгующий светотехникой, сделал соответствующее заявление. Как оно стыкуется со словами прокуратуры? Да просто рекламный ход. На самом деле биткоины переводятся сначала в обычный электронный кошелек, типа Киви или Яндекса, в рубли, а уже потом происходит оплата. Значит, приходит к нам человек, у нас есть специальный телефон для этого. Он, получается, переводит нам биткоины. Там через специальную программу у нас конвертер конвертирует биткоины в рубли. И тем самым в рубли поступает на нашу карточку. Мы берем эту карточку и проводим ее через кассу. То есть получается та же самая оплата за рублями. То есть пока криптовалюты могут иметь хождение только в интернете. Там, пожалуйста, зарабатывайте, занимайтесь майнингом и рассчитывайтесь с такими же фанатами криптовалют по всему миру. Саша, ну а ты как экономист сам биткоин веришь? Отвечу тебе цитатой из фильма ДМВ. Помнишь, там было, вот, видишь суслика? Нет, да? А он есть. А он уже есть. Ну что ж, это был заключительный материал этого выпуска. С вами работали Яна Ермешев и Александр Зьяков. Увидимся через неделю. Всего доброго. Ну а далее блог полезной информации про нас погоды.